Мир такая штука, в которой нужно ощутить негативные качества жизни, чтобы приобрести позитивные. Как полоса черная-белая, за белое-черное, за черное-белое. И в жизни все именно так. Тот, кто постоянно хочет окружать себя позитивными красками, в итоге углубляется в негативные и трудно из них выходит. И это может случиться и наоборот. Каждый по-своему видит этот мир и элементарное общение с одним человеком, достаточно одного, нового человека в жизни, который может заставить перевернуть этот взгляд. Взгляд может быть и правильным, и ошибочным, но человек может, общаясь с другим, колоссально по-другому посмотреть на свою жизнь, жизнь окружающих. Я думаю, да. На меня раньше влияло мнение окружающих больше, чем сейчас, потому что я это в определенный момент понял, что я слишком близко, наверное, принимаю к сердцу сказанное окружающими. Ну, в определенный период жизни я научился как-то анализировать сказанные людьми вещи абсолютно в разных областях, потому что всем интересно, все люди любопытные. И даже если человек не спрашивает то, чего его интересует, он как-то вот изучает, анализирует, следит за личностью, которая ему интересна, или ситуацией, отношения между кем-то там, еще что-то. Да, я способен изменить мышление, но я думаю, что это опасно именно в моем случае, потому что я могу его изменить не только в позитивную сторону, но и в негативную. Ну, я как бы никогда не преследую подобных. То есть мне всегда хочется человеку дать позитивную энергию, чтобы он увидел больше позитива в жизни, потому что очень многие люди угрюмые ходят, все у них плохо, хотя на самом деле, если заглянуть поглубже в их жизнь, на самом деле, все не так уж и плохо. И я выражаюсь я очень специфично, так сказать. И итог моего анализа, итог моего наблюдения не каждый человек может принять и понять правильно. И я не могу знать, как человек примет мои слова, тем более, если он в этот же момент не говорит, что он понял из сказанного. А чаще всего, если речь идет о чем-то глубоком, личном, то люди не торопятся высказывать. Они, скорее всего, переспят еще ночь с этой мыслью, подумают, сделают какой-то вывод. И тогда уже можно увидеть человек, какой урок извлек из разговора, хороший или плохой, правильно ли он понял или нет. Далеко не всегда люди понимают правильно. Не каждый может услышать и принять критику и измениться в нужном направлении. Это трудно. Армения, если можно так сказать, это центр мира. Это страна, которая находится посередине Евразии, этого континента, по южную сторону Армении. Мусульманские страны, большие державы. В северную больше христианские. Ни для кого не секрет, что есть конфликт между религиями. И Армения в свое время, да и по сегодняшний день во многом страдает от этого конфликта, так как находится на его границе. Люди чуть дальше от цивилизации, если можно так сказать, чем в Москве, где я вырос. И это дает всем людям какую-то большую искренность. И люди хотят быть более честными, но не только сосед к соседу, но и приезжие любые. И видно это, особенно когда туристы приезжают из любых стран, неважно. Если человек приезжает с добрыми намерениями, это видно. Этому человеку дадут все. И помимо того, что ему дадут перекусить, место где переночевать, ему дают тот эмоциональный фон, ради которого этот человек путешествует. И я уверен, что любой человек, который заканчивает свое путешествие в Карабахе, он получает то, за чем он выехал из своего дома. Будь то он там в Европе или в Африке или откуда угодно. Это реально сильные места. Это очень, очень энергичные люди. Не просто в их движении, а чуть ли не в каждом слое. Они не безразличны, не могут быть безразличными. Повторюсь, неважно, люди знакомы друг другу или нет. Многие считают, что это сила диаспоры, типа армяне помогают армянам. Да, это присутствует, но это не является главным. Там в первую очередь ценят человечность. И это там видно. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...